мы одной крови ты и я всем привет вы смотрите видео с канала важного кота которая будет посвящена вот этому набору от компании просто toys по лицензии от союзмультфильма маугли набор фигурок предназначенный для возраста 3 плюс указан сайт производителя просто то есть точка ком и на обратной стороне мы видим все тот же набор что и внутри коробки на мой взгляд было бы логичнее расположить здесь рекламу других наборов чтобы народ тот который не особо часто сидит в интернете но заходит в магазины и может купить подобные вещи видели что помимо маугли просто то есть выпускает еще и другие штуки не менее интересные фигурки содержат мелкие детали следите за тем чтобы ребенок не проглотил мелкие элементы снизу поверх картонки наклеена новая какая-то наклейка точнее наклейка с новой информацией вероятно это потому что информация на коробке печатается стандартная и она относится наверное к первым выпуском этого набора а здесь мы видим даты изготовления июль 2019 года хотя это один из самых старых наборов которые выпускает компания просто то есть по союзмультфильму точнее по произведениям союзмультфильма просто то есть город москва материал пвх abs пластик срок службы 6 месяцев срок годности не ограничен сделано в россии товар сертифицирован и правила эксплуатации касательно самой упаковки у меня два замечания одно я уже озвучил это отсутствие рекламы других наборов человек купивший такой здоровый я называю его подарочный набор попросту не будет знать что же просто то есть еще выпускает и я думаю что небольшой процент людей заинтересовавшихся этим набором на самом деле полезут по указанному адресу в интернет будут искать кто такие просто то есть что они выпускают нет самый простейший вариант рекламы реклама на упаковке своей же продукции и второй вопрос который вот у меня есть сейчас глядя на упаковку это о чем такая большая то зачем она такая толстая самая широкая фигурка я так понимаю только и от него до задней стенки коробки примерно два два с половиной сантиметра это достаточно много коробка снабжена еще вот такой штукой которую при желании можно достать установить куда-нибудь на полочку загнув ненужный элемент и получится такой мини дисплей здесь можно поставить фигурки они будут красиво с вот таким задником смотреться обращаю ваше внимание что многие считают что коробочная версия была лишена одного аксессуара для маугли это его кинжал который называется железный зуб на самом деле как мы видим железный зуб есть просто он не висит непосредственно на маугли но если мы возьмем одиночную фигурку то там кинжал будет висеть сразу на шее у персонажа на самом деле сложно делать обзор на то что все практически знают то есть говорить про персонажей которые известны большинству людей с детства но я попробую поэтому немного истории маугли это советский мультсериал режиссера романа давыдова который вышел в пяти сериях с 1967 по 1971 год и является экранизацией книги джунглей английского писателя редьярда киплинга первые три серии под названием ракша похищение и последняя охота акелы маугли находится в детском и подростковом возрастах а вот уже серии битва и возвращение к людям показывают нам его таким каким мы его видим воплощенным в миниатюре недавно пересматривал этот мультфильм и хочу сказать что во первых не могу назвать себя фанатом этого мультфильма да он красивый но некоторые вещи начинаешь понимать только с возрастом и я осознал насколько этот мультфильм на самом деле мрачный и местами даже жестокий но большинство сцен жестокости оправданы реалистичностью то есть это дикая природа и именно так себя ведут животные как например момент когда показывают наевшегося к которому приходит табаки для того чтобы сообщить что волки приютили человеческого детеныша и самое жуткое в этом моменте это то что ты понимаешь что внутри в животе у к находится кто-то а в условиях того что все персонажи этого мультфильма умеют говорить умеют мыслить то есть это разумные существа настает понимание того что одно разумное существо съела другое разумное существо и от этого становится страшновато также в рамках мультфильма есть еще ряд жестоких сцен такие как битва с бандерлогами битва с рыжими собаками момент когда маугли отрезает хвост предводителю рыжих собак и конечно же финал борьбы с шарханом когда маугли сидит рядом с камнями а на самих камнях покоится шкура убитого тигра да непосредственно какой-то крови в мультфильме естественно не показывают но многие вещи начинают логически додумываться самостоятельно и порой приходишь в шок от того что я ведь смотрел это в детстве и всего этого не понимал и не видел и получается что видишь этот мультфильм совсем под другим углом что же у нас в наборе 7 фигур персонажей с очень приятным запахом пвх самом наборе непосредственно маугли его главный враг тигр шархан подпевала шархана шакал табаки вождь волков акелла и три учителя маугли питонка медведь балу и багира маугли он же человеческий детеныш он же лягушонок фигурка его абсолютно неподвижная статичная выполнена из пвх то есть частично ее можно согнуть благодаря чему фигурки и будут ломаться просто так упав откуда-нибудь и даже при какой-нибудь активной игре с детьми ведь этот набор на самом деле прошел сертификацию как было сказано и является по сути игрушкой но игрушкой довольно дорогостоящий на данный момент этот набор не производится точнее он снят с продажи но в интернет-магазине дистрибьютора компании просто toys все еще можно приобрести все эти миниатюры по одиночке то есть они в одиночных блистерах и стоимость каждого блистера 499 рублей забегая вперед скажу что компания просто то есть планировала выпускать также и большие фигуры по мотивам этого мультфильма примеры их вы сейчас можете увидеть на экране но к сожалению насколько я понимаю было только лишь изготовлена первая тестовая партия для всех пред заказавших и на этом все закончилось то есть большую продажу эти фигурки не поступили и так что мы видим насчет маугли мускулистый молодой человек одетый в набедренную я бы сказал мне повязку это скорее всего кусок ткани который он приспособил в качестве нижнего белья вопрос только кто его научил здоровый с очень странной прямой выправкой человек который живет с обезьянами волками бегает на четвереньках вряд ли будет иметь вот такую осанку но это так придирки художник решил выделить глаза точнее зрачки у маугли появились белки глаз хотя в мультфильме он выглядит как демон или инопланетянин у него глаза полностью черные в принципе все люди в мультфильме выглядят также ну и конечно же аксессуар который легко будет теряться а может и нет все таки волосы маугли будут хоть немножко но задерживать ниточку на которой висит кинжал железный зуб добытый маугли в развалинах сокровищницы какого-то дворца кинжал никак не вытаскивается и это хорошо потому что еще больше мелких элементов еще больше потерь фигурка маугли неплохо стоит на ногах в общем сделано отлично пожалуй следующая фигурка это шархан интересный момент то что на самих миниатюрах нет абсолютно никакого клейма то есть я не вижу чтобы здесь где-то было написано сделано в россии или что это просто то есть обычно всегда так делают чтобы можно было идентифицировать фигурку оставшуюся без упаковки здесь этого нигде нет глядя на фигурку шархана хочу сказать что покрас средненький ну вот сами убедитесь вот здесь она залезает местами просвечивает нижний слой краски можно конечно сказать что это шерсть животного так легла но все-таки покрас так себе именно у шархана ну ладно хотя бы глаза выделены и фигурка как видно составная то есть для того чтобы удобнее было ее отливать она сделана из нескольких элементов задняя часть передняя часть нижняя челюсть минус этой фигурки который я обнаружил вытащив ее из упаковки это то что он абсолютно не хочет стоять потому что все лапы находятся на одной линии и он не настолько гибкий чтобы как-то согнуть его вот удалось поставить но все равно получается крен на ту сторону где у него голова не исключая того что это просто от долгого пребывания в упаковке он как-то был прижат и поэтому сейчас лапы немножко деформировались вот не хочет он стоять и все главный антагонист который в оригинале был побежден совсем другим путем его затоптали буйволы а вот в мультфильме в прямой схватке его победил маугли и взял с него трофей полосатую шкуру благодаря тому что фигурка составная можно даже посмотреть внутрь пасти этого тигра и при рассмотрении помимо того что покрас не очень еще бросаются в глаза стыки местами очень даже сильно самая маленькая миниатюра шакал табаки является наверное одним из самых запоминающихся и забавных персонажей в данном мультфильме и генератором самых памятных фраз таких как что еще скажут джунгли или позор джунглям ну и конечно самое эпичное мы пойдем на север а мы пойдем на север у этой фигурки с устойчивостью проблем нет таких как у шерхана расстановка лап даже несмотря на то что они немного деформированы позволяет ему стоять вот у шерхана с его кошачьей походкой это получается очень очень сложно ввиду размеров табаки покрас у него не вызывает таких уж нареканий как у шерхана и довольно аккуратно покрашена мордочка том числе глаза волк акелла вожак стаи волков который позволил маугли остаться в стае но точнее это было по решению стаи а он лишь только сделал вывод покрас морды аккуратен здесь стыки не так бросаются в глаза как у шерхана потому что здесь стык всего один это вот здесь шея и торс ну и в целом потому что серый цвет и белый не так контрастируют как оранжевый с коричневым и желтым здесь кажется что покрас гораздо более аккуратный а вот и стык смотрите все таки стык видно под определенными углами видно стыки но и теперь самое интересное фигурки учителей маугли у киплинга их трое один из них черная пантера багира но пантеры как известно это леопарды или ягуары с некоторой генетической модификации у которых вместо пятен вся шерсть становится черным в оригинале багира это мужской персонаж и олицетворял он собой такого благородного воина противопоставления кстати шерхану который как бы олицетворял злого воина или что-то вроде того в мультфильме же багира женский персонаж и относится к маугли скорее всего как мать наверное то есть чувствуется такие нотки материнского отношения очень вальяжная гибкая словно текучая киса так ее отображают в мультике при этом свирепая и хитрая типичная кошка здесь она изображена сидящая обвив свои лапы хвостом я так понимаю что эта фигура практически цель на летая только хвост у нее отдельным элементом идет поэтому к ней не очень много претензий интересная такая расцветка не знаю передаст ли эта камера она не полностью черная на местами отливает фиолетовым оттенком наверное балу именно так произносится его имя балу что переводится непосредственно как медведь еще один учитель маугли представляет из себя внешне вроде как гималайского медведя но самое интересное что гималайские медведи не обитают в тех местах где происходит сюжет поэтому есть предположение что балу это на самом деле какой-нибудь выдуманный вид медведя либо вымерший несмотря на то что фигурка черная на нем точно также видны стыки причем бросаются они очень сильно в глаза вот здесь вот здесь вот здесь и самое интересное в мультфильме он изначально позиционируется как учитель причем учитель волчат медведь учит волчат охотиться но чего не отнять у просто то есть это то что они попадают именно в мультяшные образы то есть глядя на миниатюру можно сказать да я видел его в мультфильме окраска у медведя точно такая же как у багира это черный цвет с отливом фиолетового ну и конечно просто то есть не забывает прорабатывать шерсть и до балу очень неохотно стоит на ногах точно так же как и шерхан него очень маленькие стопы и это будет проблема если у вас полочка на которой стоят такие фигурки будет хотя бы чуть-чуть наклонена от горизонтальной плоскости эта миниатюра там просто-напросто стоять не будет либо вам придется ее ставить таким образом что особо полюбоваться и и не удастся это минус ну и персонаж в устойчивости которого сомневаться не приходится 3 учитель маугли питон к мне нравится как он изображен в мультфильме это мудрый и при этом очень опасный персонаж в отличие от того как он был изображен в мультфильме диснея радует что фигурка проработана всесторонне в том числе нижняя часть ведь он просто лежит на ней и могли бы сделать здесь просто плоский срез но нет мы видим кольца его тело и это пожалуй та самая миниатюра к стыковым соединениям которой претензий меньше всего они здесь очень органичны их можно разглядеть но они не так бросаются в глаза да и в целом покрас у него вызывает меньше нареканий чем у того же шерхан а в соответствии с произведением киплинга к олицетворяет собой знание и мудрость балу олицетворяет собой силу а багира олицетворяет собой любовь и все вместе они учат человеческого детеныша который остался в джунглях благодаря акелли ну и в какой-то мере благодаря шерхану подытожив могу сказать что набор миниатюр хороший в первую очередь потому что это миниатюры по советскому мультфильму которые в принципе до этого никто и не выпускал и вот этим занялись просто toys все миниатюры похожи на то что можно увидеть в мультфильме и лично я рад что они у меня появились к сожалению сейчас компания просто toys работает точно так же как компания технолог то есть они только изготавливают и не занимаются продажами продажами занимаются дистрибьюторы или так называемые оптовики которые проводят исследования говорят что нужно людям на основании того что люди спрашивают в магазинах и уже опираясь на эти знания говорят просто то есть что вот вам деньги выпустите к нам столько-то столько-то наборов по таким-то мультфильмам и просто то есть выполняет этот заказ именно поэтому многие наборы сейчас сняты с производства и находятся в разделе музей в дальнейшем я думаю это неминуемая участь всех наборов от просто то есть которая будет развиваться в соответствии с тенденцией детских в первую очередь интересов именно поэтому сейчас просто то есть выпускает такие серии как персонажи gravity falls персонажи из мультфильма холодное сердце персонажи marvel то есть то что интересуют детей и детей вряд ли будут интересовать персонажи советских мультфильмов как это не прискорбно поэтому всем заинтересованным советую посетить магазин дистрибьютора продукции просто то есть посмотреть вдруг еще что-то можно приобрести конечно же цены там как я уже говорил не самые маленькие за одну миниатюру порядка 500 рублей и конечно же хорошо что сейчас есть пока еще возможность приобрести всех этих персонажей по отдельности насколько помню шерхан с табаки идут в одном блистере а все остальные отдельно и вы можете не брать тех персонажей которые вам не нравятся те миниатюры которые вам кажутся недоработанными таким образом сформировать свою коллекцию на свой вкус ну а теперь настало время сравнения битвы фэнтези и бронепехота технолога и як кастингс как мы видим все миниатюры вот просто то есть гораздо больше этих солдатиков ну кроме табаки и в высоту самая высокая миниатюра маугли составляет 9 сантиметров балу примерно 8 акела около 7 к тоже где-то 8 но он еще при этом широкий шерхан пять с половиной багира 7 и самый маленький табаки всего полтора сантиметра хороший набор миниатюр как и многое что производит компания просто toys замечания здесь незначительные советую для приобретения в коллекцию на этом я закончу данное видео всем спасибо за внимание с вами был важный код пока а